Теперь к другим темам. В России сегодня отмечают День Героев Отечества. Как сказал Владимир Путин, праздник посвящен подвигу всех тех, чьи имена навсегда вписаны в историю страны, как пример мужества и силы духа. На торжественный прием в Кремль пришли более 300 почетных гостей. Репортаж Натальи Юрьевой. Первым делом — самолеты. День Героев Отечества Игорь Матковский встречает на боевом посту в Средиземном море на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Герой России, потомственный военный летчик, выбрал эту профессию благодаря подвигу отца. Я смотрел на своего отца, гордился им, понимал мужество и героизм этой профессии. Но 15 сентября 1977 года мой отец ушел на работу, на полеты, и не вернулся. Он погиб в кабине истребителя. В этот момент для меня в жизни все окончательно обрело реальные краски. И я больше не сворачивал в жизни от избранного пути. Дореволюционную традицию посвящать 9 декабря кавалерам Ордена Святого Георгия восстановили в 2007 году. Сегодня также поздравляют героев Советского Союза, России и кавалеров Ордена Славы. В честь Дня Героев Отечества прием, конечно, в Георгиевском зале Кремля. Он назван в честь Ордена Святого Георгия Победоносца, утвержденного Екатериной Второй. И по словам митрополита Филарета, именно этот зал предназначен быть храмом славы Победоносного русского воинства. Сегодня здесь те, кто рисковал своей жизнью ради нас. И те, кто до сих пор выполняет стратегически важные для государства задачи. Героев поздравил Владимир Путин. По словам президента, их подвиги служат символом бескорыстия, силы духа и преданности Родине. Оттвага, способность к подвигу были и остаются важнейшим качеством национального характера народа России. Подвиги совершаются не ради медалей, не ради орденов. Люди рискуют собой ради спасения других. До конца исполняют свой воинский, служебный, гражданский долг. Проявляют истинное благородство, волю и твердость. Их герои Отечества всегда были и будут в России на особом, самым высоком счету. Самые мужественные и смелые, доказавшие на деле воинский долг и любовь к Родине, для них не пустые слова. Герой России – это человек, который любит свою страну, который предан своей стране, который, несмотря ни на какие тяготы, лишения, несмотря ни на какие вызовы, он никогда не предаст свой народ, он никогда не предаст свою страну, малую Родину. Это просто одним словом, это любить свою Родину, любить честно, любить искренне и любить до конца. Есть три принципа, по которым я живу – это не предавать, не подставлять и не болтать. Потому что все три они относятся, я считаю, к нормальным людям и к нормальным мужчинам. В зале не только военные, ветераны Великой Отечественной, но и спасатели, космонавты и даже монахи. История отца Куприяна, героя Советского Союза, не просто о мужестве. Воевал в Афганистане, был авианаводчиком, ранило, потерял обе ноги, но и о силе духа, несмотря на протезы, вернулся в строй, продолжил службу в армии, а потом однажды кардинально поменял жизнь. В 13 лет служил, летал, прыгал с парашютом, то есть занимался любимым делом. До сих пор, кстати, летаю на паралете, правда, сейчас. Семь лет назад у меня внутри была пустота, одиночество, хотя я был депутатом, но вот Господь призывал к себе. Обращаясь к собравшимся в Георгиевском зале, Владимир Путин особо отметил, Россия гордится своими героями, причем всех исторических эпох и всех поколений. Мы никогда не забудем, как 75 лет назад на подступах к Москве советский солдат бросался под танки, защищая собой столицу. И как в наше время вызвал огонь на себя российский офицер, окруженный террористами. Как наш полицейский уже сейчас, глядя убийцам в глаза, произнес ставшие уже легендарными слова «Работайте, братья». И как стойко, мужественно, бесстрашно рискуя собой, выполняют свой ратный долг наши военнослужащие в Сирии. На этих великих примерах воспитывается гордость за наш народ, за нашу страну. Укрепляется вера в ее будущее, любовь к родной земле. А у молодого человека рождается стремление стать лучше, отважнее, а если потребуется, стать дерзким. Совершить выдающийся поступок во имя Отечества. Искренне благодарю вас за все, что вы сделали. И предлагаю тост. За героев нашего Отечества. За Россию. На приеме в Кремле и 96-летний герой Великой Отечественной Алексей Прохорович Волошин. Он участвовал и в Сталинградской, и в Курской битвах, и в форсировании Днепра. На груди ветерана необычное сочетание. Золотая звезда Героя Советского Союза и серебряная звезда, одна из высших военных наград США. Личное распоряжение Рузвельта вручить американские звезды четырем советским младшим офицерам из разных родов войск. Алексей Прохорович до сих пор помнит каждую свою битву. Особенно, конечно, тот день, когда подбил сразу 11 фашистских танков. А солдат своих в первую очередь всегда учил правильно рыть окопы. Всегда ругал солдат. Я беспокоюсь о твоей матери, чтобы она встретила тебя, чтобы не выпекала свои глаза, чтобы ты остался живым. Поэтому рой еще полметра. Почти все герои признаются, да, очень часто было страшно. Но любовь к родине и чувства долга всегда были сильнее. Валерий Жичкин, Кирилл Зотов и Сергей Деев. Первый канал.